Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня тема нашей передачи «Что делать, если ваша собака начала воровать у вас со стола?» И сразу хочу проанонсировать видео нашего постоянного подписчика, нашего постоянного зрителя Дмитрия Дубровского, который проживает на Украине. Вот, кстати, сразу хочу сказать, что демонстрация этого видео говорит о том, что наш канал Я и Мой Хвост является живым каналом, что у нас происходят постоянные общения со своими подписчиками, со своими подписчиками, со своими зрителями, что не только при личной встрече мы решаем какие-то проблемы, но также решаем эти проблемы дистанционно, либо по скайпу, либо просто задаванием вопросов в письменном виде, в каком-то по электронной почте, решаем проблемы ВКонтакте и так далее. Ну и так, давайте посмотрим с вами видео, после чего немножко я хочу прокомментировать. Привет, мои хорошие! Это видео для Фоксблога, и значит, что у меня проблема появилась, ну, относительно недавно, недели две, может подряд, явно замечал я, что начали замечать, что собака воруется в стола. То есть там остается какая-то печенка, если ребенок забыл еще что-нибудь, то есть съедается. Вот здесь оставалось молоко, вот она, кстати, у бутылки, и здесь вот в баночке стояло молоко, прокисало специально. Он его забрался сюда на табуретку, возле его миски буквально, и, видать, вылезал половину. И надо как-то с этим бороться, потому что это серьезная проблема, она будет ухудшаться, ухудшаться, только в итоге он начнет воровать уже, если это закрепляет. Но при нас он это боится делать, вообще, то есть он как бы идеальный, а вот выходим и начинать щудить. Поэтому я сейчас на ноутбуке, у меня там безлимитная съемка, на камере у меня, конечно, там полчасовый лимит. Так что я оставлю камеру, то есть ноутбук включеным. Конечно, будет темно, потому что контровой будет свет, поэтому я сейчас ловушки показал, то есть ниточка, вот, звенящая, гремящая. Вот, опять же, еще один, там, котелок, там, ну, не видно вверху, короче, привязан котелок. Вот на столе няшка, вот она. Он ее обязательно должен на стол запрыгнуть, будет вот сюда. Он запрыгивает вот сюда, получается. Залазит, начинает шариться. Хотя, вот так вот я пониженное клонил, вроде бы уже свет не так бьет в камеру. Вот сейчас, вот, не темно, да? В принципе, обстановка видна, мой срач на кушниках. Ну, такое, мне как-то пофигу. Сейчас будем издеваться на собакане. Сейчас я поставлю таблетку, восстановим ту ситуацию, по которой он не заметен. Дальше ходим, вот он сюда прыгает и лазит по-кухонному. Я, конечно, не кинолог, я сам не придумал, тоже учусь. Поэтому ссылочка в описании, где-то подсмотрел. Там на примере Ротвеллера было, и там Ротвеллер вообще охренел. Он в присутствии хозяев это чудил. То есть, они из кухни, он на кухню и воровал. У меня только в наше отсутствие, когда мы все уходим на работу, он какое-то время шарится, видать, а потом начинает лазить. Так, еще надо ведро мусорное спрятать, пока я еще не готов на него ловушки ставить. Потом уже к этому вернемся. Еще он запрыгивает, падла, на диван, когда нас нет. Так я ему этого не разрешаю. Ну, все, сейчас начинается эксперимент. Я сейчас одеваюсь, ухожу. Хотя буду во дворе тусовать. Вот, слушать, как оно громыхнет или нет. Я, конечно, это все сожму по скорости, потом или обрежу, когда будет какая-то просто статика. А именно момент, когда он будет чудить. Все. А вы пока, кстати, там, на группу ВКонтакте подписывайтесь. Короче, все, я пошел. Джейнский. Ты дома. Джейн дома. 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 Продолжение следует... 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 то давайте пожалуйста то есть вот вы готовите собрались у вас какие-то обрезки там остатки какие-то от еды но положите вы в миску да и дайте там во время кормления то есть как как добавку ну либо в виде игры там заставьте собаку поработать сидеть лежать там и так далее то есть и после этого дайте уже заработанную еду собаки но это должно происходить не так как вы это на пол то есть что собаки закрепляется собаки закрепляется в голове одна простая вещь что на столе находится пища которая гораздо вкуснее которые она есть там положено с миски да и доступ к этой еде вы разрешаете собаки сами то есть либо вы даете когда вы кушаете со стола либо вы даете собаки когда вы что-то готовите у вас остаются остатки то есть вот для того чтобы не прибегать подобным отрицательным мотивациям нужно просто не доводить до этого всего и так друзья все очень просто заслужите доверие заслужите уважение и вас все получится с вами был канал ем и хвостом ем авторы ведущие дали и и Субтитры подогнал «Симон»